11 сентября под председательством президента Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам перехода на качественно новый уровень работы по сокращению бедности. На совещании проанализированы актуальные проблемы и определены новые задачи. Как сказал лидер Узбекистана, отныне сокращение бедности станет общенациональным движением. Повседневной работой руководителей всех уровней от правительства до районной организации должно стать поведение семей из бедности. Будут приняты меры по усилению надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения. Системная работа последних лет позволила достигнуть немалых результатов в сфере сокращения бедности. В частности, отмечалось, что в 2020 году 7,5 миллиона человек, а это 23% населения, оказались за чертой бедности. Однако к концу 2023 года уровень снизился до 11%, и 3,5 миллиона граждан смогли улучшить свои финансовые условия. Важным шагом в этом процессе стало расширение фонда социального страхования, который увеличился в 4,5 раза и получил финансирование в размере 12 триллионов 300 миллиардов сумм. Кроме того, размеры пенсий и социальных пособий были увеличены в полтора раза. Как показал анализ, озвученный на видеоселекторном совещании, состоявшемся под председательством президента 11 сентября этого года, по вопросам перехода на качественно новый уровень работы в этом направлении, процесс наблюдается неравномерно. О чем свидетельствует и то, что в некоторых областях, таких как Новоиская, Сурхендаринская, Ферганская и в городе Ташкенте за последние полгода изменений не произошло, а в 15 районах уровень бедности остается выше 20%. Потому были обозначены новые задачи, на эффективную реализацию которых направлен указ главы государства о мерах по усилению надзора за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения. Данный документ призван ввести работу по снижению бедности на новый качественный уровень. Указ поможет более эффективно организовать контроль за исполнением законодательства, связанного с сокращением бедности и социальной защитой, в том числе адресной социальной защитой малообеспеченных слоев населения, лиц с ограниченными возможностями. Все это послужит скоординировать деятельность с надзорными органами на местах, включая социальную инспекцию. Согласно документу, будет введена должность заместителя генерального прокурора, отвечающего за надзор за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения. В организационно-штатной структуре генеральной прокуратуры создадут соответствующее управление в этом направлении, состоящее из 7 штатных единиц. А в прокуратурах республики Каракалпакстан, области и города Ташкента начнут свою деятельность подразделения, состоящие из 28 штатных единиц. На вновь вводимую должность заместителя генерального прокурора возложены в частности такие задачи, как... В задачи заместителя генерального прокурора входит еженедельное посещение минимум одного района города и изучение правомерности включения и исключения из рейсера малоимущих семей. Также будет осуществляться контроль за адресным поступлением средств, предоставляемых малоимущим семьям. Кроме того, задача заместителя генерального прокурора – это обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания в отношении ответственных лиц, ненадлежащим образом выполняющих возложенные на них задачи в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения. Кроме того, со стороны заместителя прокурора будет осуществляться надзор за исполнением требований принимаемых законов в сфере социальной защиты и сокращения бедности, а также задач, определенных указами и постановлениями президента. Также будет осуществляться надзор за исполнением требований принимаемых законов в сфере социальной защиты и сокращения бедности, а также задач, определенных указами и постановлениями президента. Все это, несомненно, послужит наиболее полному воплощению в жизнь действенных подходов, которые и обеспечат выведение данной деятельности на новый качественный уровень.